И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Ещё вчера я думал, что про изоляцию я не буду ничего записывать, я не буду какого-то видоса отдельного записывать и рассказывать вообще про все эти супер-миссии, которые придумали на изоляцию 2.0. Но уже сегодня, в связи с тем, что произошло одно очень интересное событие, я всё же хочу вам про всё это дело рассказать. Ну и уж если я расскажу про косяк, про, ну, в каком-то смысле, наверное, позор, да, танков очередной, очередная ошибка, очередной провал, то и как бы уже и пройдёмся по всей этой изоляции, расскажу, что я вообще думаю по этому поводу и какие, по моему мнению, миссии всё же из этого списка стоит выполнять, а какие лучше вообще даже не притрагиваться и не думать. Скажу сразу, да, скин-контейнер за все эти миссии это мало, да, кто бы мне что ни сказал, что типа, ооо, да нет, это же круто, нет. Набивать такие миссии, которые имеются сейчас прямо, здесь это очень мало, определённо. Если пройтись быстро по всем миссиям, да, я вчера на стриме уже про каждой миссии проходил, говорил, что да как и что я вообще думаю, призы почти в каждой миссии просто, ну, провальные. 200к очков, краска гречи. 300 овердрайвов в Аспа, нет, ладно, к этому чуть попозже. Сбросить 100 голдов, 300 батареек. 5000 киллов на шафте Гаусси, Магнум или Рельси, 1000 мин. 1000 ускорений, 10 единиц двойного урона. 1000 ускорений? Вдумайтесь, прожать 1000 ускорений, 10 единиц двойного урона. Это что, это нормально? Да, хорошо, вы можете типа компенсировать тем, что вы получите скин-контейнер, но это того не стоит. Столько потратить и времени потратить на то, чтобы набить, например, 5000 киллов, набить 200 тысяч очков, оно явно того не стоит. Но стоит, как по мне, да, если у вас нет дрона, подрывника, сделать на ВАСПике 300 овердрайвов, я думаю, что это вообще не сложно. Налегке можете залететь, можете набить, выполнить. И в этом плане вы как бы ничего не потеряете. Дальше, друзья, что касаемо фондов, здесь я как бы ничего говорить не буду. 1.75, отличные фонды, фармите на здоровье. Да, можете там просто челлендж, грубо говоря, бить или там заданки выполнять. Плюс фарм, плюс изоляция, как бы нормально. Ну и я, например, для себя отлично понимаю, что из этих всех миссий я выполню только одну, которую с ВАСПом и которую я буду выполнять, думаю, там за пару-тройку стримов. Может за два, может за три, как там получится, как пойдет. Налегке набьем, подрывника поднимем. Если смотреть, сколько он стоит, без скидок стоит 200к. Но если как бы смотреть 50% скидки, то грубо говоря, 100к стоит дрон. Значит, сотню к крисов вы как бы экономите. И в принципе, это смотрится довольно-таки неплохо. Что касаемо специальных предложений. Все самое интересное начинается именно здесь. Еще вчера здесь была написана скидка 95%, которая возмутила очень многих. И все говорили, блин, нифига себе, это значит, получается, если переводить там на курс, если посчитать, то грубо говоря, получается, что у вас один голд стоит 1 рубль. И все сразу думали, ну нифига себе, как круто, сейчас все будем покупать, и это будет очень круто и эффективно. Что касаемо сегодняшнего дня. Если мы заходим на танковый клиент, да, если мы заходим вот прямо сюда. Если мы смотрим здесь, сколько стоит вообще все это дело, где оно тут здесь было показывалось. Здесь оно уже стоит 2000 рублей. Если переводить это по курсу по рублю, то есть это уже не 1 голд по рублю получается, это уже 1 голд за 2 рубля. То есть уже x2, да, как бы получается. Если мы все это переведем в танкоины, переведем в голды, да, то там уже скидочка получается немножечко другая, да. То есть изначально вчера все так думали, что будет 95% скидка, все будет очень круто, это будут дешевые голды, можно их будет сразу сходу покупать. То есть сейчас уже ситуация изменилась. Разработчики поняли, что что-то пошло не по плану. Сразу быстренько, быстренько, быстренько взяли, изменили, чтобы здесь тоже как бы было уже не 95, а 90. Но вот уж косячело сразу же намечается. Если мы переходим наш ТМЛ-версию игры и смотрим на скидочку, то здесь почему-то у нас 95%. Хм, забыли поменять, да, друзья мои хорошие. Вот вам и как бы и говорится. Если вообще рассматривать данную полноценную скидку, да, и переводить, например, голды в танкоины, да, и смотреть вообще, да, как бы, что получается по цене, то все это сделано таким образом, чтобы только вам сказать, что скидка такая нереально большая. А если переводить по тому прайсу, который имеется, например, на голды, по, например, самому большому, да, не по одному там, а по, например, если тут получается 75 тысяч танкоинов стоит, да, и потом это делить на скидку, на процент, то получается скидка, ну, в размере где-то, может, 70%, но уж явно не 95% и не 90%, да, даже если при том раскладе, что как бы написали уже на официальном сайте 90%, все равно, оп, скидочка получается другая. И здесь уже вырисовывается определенный байт. Если я вчера, например, сказал, что, блин, как-то очень подозрительно и странно, я сразу обратил внимание на этот моментик, я сразу начал думать, блин, ну, не бывает такого, что в танках, ну, как бы, вот такую прям дикую халяву давали, а если уж дают такую дикую халяву, то, скорее всего, скорее всего, сразу есть какая-то подстава в этом. То есть, ну, не бывает, что вот танки вот хопы расщедрились. Это маркетинг, это маркетинг. Тут не бывает таких вещей, которые в этом плане бывают, ну, более честные, более открытые. И даже если вчера там сказали 95% скидка, я сразу вчера на стриме сказал, что здесь уже есть что-то нечестное и понятное дело, что здесь уже есть какой-то косяк. Ну, и разработчики еще при всем этом раскладе умудрились даже этот момент взять и просто-напросто запороть. О, 100 кристаллов халявных. Давайте я 100 кристаллов заработаю, ничего себе. Вот так вот хоп-хоп перешел и 100 кристаллов поднял на халявочку. Почему бы и нет? Почему бы и не поднять 100 халявных кристаллов? Поэтому как-то так, друзья. Это лишь ваш выбор. Выполнять данную изоляцию. Но если вы хотели бы узнать мою точку зрения, потому что многие писали, говорили, что вообще ты думаешь по этому поводу, как ты считаешь, достойна ли она, если сравнивать первую изоляцию и сравнивать вторую изоляцию, то это две огромные разные вещи. Если в первой изоляции реально стоило набить 100 к, чтобы получить 10 дней према, то сейчас набивать все эти здоровенные, нереальнейшие, большие миссии, на которые надо потратить уйму, просто большое количество времени, оно явно того не стоит. И проще уж выполнить челлендж, получить этот же самый скин-контейнер, нежели сидеть, потеть за какие-то никчемные призы и потом дополнительно просто получать этот же самый скин-контейнер. Притом, вы сказали, что вы за это время можете там пройти, наверное, даже 2, если не 3 челленджа, грубо говоря. Потому что бить 200к, бить все эти киллы, голды скидывать, это очень много и это явно того не стоит. Как-то так, друзья, давно у нас не было вообще таких вот более разговорных, наверное, видосов, в которых я рассказываю какие-то такие вещи, которые реально, ну, бьют мне, как бы, в сердце и мне реально хочется об этом рассказать. Но я не могу просто не рассказать о очередном, как бы, ну, провале и меня всегда это берет как-то по-особенному, мне как-то, может быть, немножко обидно, может быть, хочется немножко погореть, высказаться, но когда такие вещи происходят в игре, у меня возникает в голове очень много всяких вопросов, мыслей по этому поводу, и я бы хотел бы вообще узнать вашу точку зрения, что вы думаете по поводу данной изоляции, чтобы вы тоже рассказали, какие у вас мысли, будете ли вы бить, например, какие-то миссии, будет ли у вас какой-то акцент, да, на данную всю движуху, согласны ли вы с моей точкой зрения, либо у вас имеется какая-то своя точка зрения, напишите, пожалуйста, ее в комментариях под данный видеоролик, я все ваши комментарии читаю, ну, а я лишь могу сказать в очередной раз, что провалище, но одну супермиссию определенно я точно выполню. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился, если вам понравился, не забывайте прожимать лайк, как я уже сказал в комментариях, жду вашего мнения по всему этому поводу, ну, и также, друзья, не забывайте подписываться на группу ВК, ссылочка на нее имеется в описании, ну, и подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать, и приходить на стримы, которые проходят каждый вечер в районе 9 часов по московскому времени. У меня на этом сегодня все, всем спасибо, друзья, за просмотр, всем удачи и всем пока.